Проектом развития животноводства правительство области будет помогать. Об этом заявил губернатор Сергей Бажин и в ходе рабочей поездки во Фроловский район. Там он осмотрел новый молочный комплекс, который открылся в хуторе Красной Липки. В это производство инвесторы вложили более полутора миллиардов рублей, было закуплено новейшее зарубежное оборудование, а сотрудники прошли обучение на фермах Америки и Европы. Из Фроловского района репортаж Людмила Кухаревой. Рабочий визит губернатора начинается с общения в актовом зале Фроловского дома культуры нет свободных мест. На встречу с Сергеем Баженовым пришли сотни жителей, руководители ветеранских организаций, активисты ТОСов. Каждый со своим вопросом. Волнуют фроловчан и проблемы строительства дорог, спортивных комплексов, газификация, развитие ТОСовского движения. Фроловские ТОСы ежегодно принимают участие в Волгоградском областном конкурсе, одерживают победу. Спасибо большое за положительную оценку нашей деятельности, за поддержку. Но программа рассчитана до 2015 года целевая. Вот хотелось бы узнать, а планируется дальнейшая поддержка? Если вам это надо, мы программу продляем до 2018 года и финансирование увеличиваем. А вот отрасль Волгоградского АПК уже профинансирована с начала года почти на 2 миллиарда рублей. В числе приоритетов не только помощь тем, кто выращивает зерновые и овощные культуры. Бюджетной поддержкой пользуются и животноводы. Порядка 90 миллионов рублей потратило на эту программу региональное правительство. Видя такое внимание к отрасли, стали вкладывать свои частные средства и инвесторы. Один из самых успешных примеров – новая агроферма в Афроловском районе. На 9 месяцев у нас сейчас надои составили порядка 6 тысяч литров на корову. 6 тысяч литров. А в советские времена 2 тысячи литров. Это было замечательно. Сергей Баженов осмотрел площади нового предприятия, специально для которого год назад из Соединенных Штатов Америки было завезено 1200 коров галштинской породы. Для животных арендовано более 9 тысяч гектаров пастбищ. Сам агрокомплекс оснащен современным оборудованием. Его закупали в Германии и Италии. Уже сейчас на ферме создано 130 новых рабочих мест, причем действует полный производственный цикл – от выращивания кормов до создания и реализации молочных изделий. Благодаря этому местные аграрии смогут поставлять в торговую сеть до 30 тонн продукции в сутки. Сегодня мы, увеличивая производительность труда, создавая максимально комфортные условия для производства, выделяем миллиарды рублей на погектарную поддержку, страхуем страну нашу и каждого жителя от продовольственных кризисов. Для нас продовольственная безопасность – это тоже одно из главных направлений. И сегодня мы эту продовольственную безопасность видели вместе с вами, своими глазами. Дальше мы активно будем продвигать и поддерживать всех, кто готов к реализации таких масштабных больших проектов, направленных на обеспечение с высококачественными и доступными продуктами питания. Новое фроловское предприятие снизит в Волгоградской области дефицит местного молока. За счет мощности этой фермы его выработка увеличится на 18%. И это будет высококачественный, экологически чистый продукт без химических добавок. Общаясь с телянами на встречах в районе, губернатор подчеркнул, нужно не стесняться использовать опыт зарубежных коллег и внедрять на практике в Волгоградском животноводстве новейшие технологии. Тем более, что правительство региона в реализации таких инициатив будет помогать. Еще одним приоритетом, отметил в ходе общения с жителями Сергей Баженов, останется социальное развитие села. Подробно о том, где и какие проекты регион будет поддерживать, люди узнали напрямую от губернатора. Четкие, разумительные ответы на все волнующие вопросы у нас были у него высказаны в докладе. Эти встречи очень нужны для общего развития и чтобы наше население в целом знало, куда движется наша область, куда движется не только наша, но в целом наша область и что делается правительством области для того, чтобы наша область была одной из лучших. Людмила Кухарева, Ольга Макарова, Андрей Гопчук, телекомпания «Ахтуба» из Фроловского района.